Но они не трогают меня. Это такие, знаете, окаменелые классики. Мы пытаемся все время их реанимировать, но они сами, либо они выживут, либо нет. И вот я сейчас как-то с печалью наблюдаю за тем, как молодое поколение вообще не читает ничего, не говоря уже о классике. Вот даже сегодня, в этот день, если вы посмотрите на людей, которые сюда пришли, средний возраст, молодым людям это не нужно, они живут в интернете. И поэтому я очень надеюсь, что эта книга будет кино или игрой компьютерной. И тогда они ее сыграют, посмотрят и, может быть, тогда прочитают. Как знаете, вот мне входит, они прочитают это как триллер и потом почешут требу, а что там действительно было, и начнут этим интересоваться. И вот таким образом они придут к пониманию того, что же на самом деле было в Украине. Я рассказываю об этом как свидетель. Спасибо большое. Еще был тираж у Пушкина в России, в которую он родился и вырос. Вот тираж Пушкина, первый, вот Евгения Онегина. Можете себе представить? 300 экземпляров, ну по-моему. То есть это ровно столько рассчитано на столько людей, сколько умели читать в России в это время. Поэтому нельзя, ведь Россия это не страна Пушкина, это страна рабов. В России крепостное право отменили в 1861 году. Россия существует не благодаря Пушкину, а вопреки Пушкину. Поэтому Пушкин гений. Если бы это была другая страна, понимаете, там было бы тысячи Пушкиных.